Когда мы смотрим на происходящий в мире прогресс самых разных технологий, то сложно бывает сориентироваться в потоке, потому что все время происходят какие-то новые события. Но я, как человек с изначально математическим образованием, мне хочется как-то логику, завершенность картины составить. И я попытался составить некий рейтинг самых топовых и перспективных направлений, которые сейчас я вижу, и многие эксперты видят, и моя команда видит в науке и технологиях. Ну, поехали. Давайте тут будут очень разнородные вещи. Начнем со светодиодов, как ни странно. Почему светодиоды? Потому что на них базируется очень много всего, что нас окружает. Когда я уже больше 10 лет назад начинал программу «Чудо техники», уже тогда это все входило в такой тренд. И вот сейчас тут будут кадры, как я в студии в 12-м еще году бросаю лампочку об пол светодиодную, и она не разбивается, и она потом еще много лет светила у меня на кухне. Они могут менять цвет. Они потребляют электричество в 10 раз меньше, чем лампы накаливания. Вот эти лампочки Ильича, продажа которых мощностью больше 100 ватт уже запрещена. И они радикально снижают свою цену в последние годы. Уже можно сказать, что покупка светодиода домой на замену обычным лампочкам абсолютно, стопроцентно экономически оправдана, и даже странен тот человек, который до сих пор этого не сделал, потому что он платит лишнее, потому что обогревает воздух просто вот этой обычной лампой. Ну а светодиодные, они же чем ценны? Они мало того, что могут менять цвет. Они за счет того, что не греются, могут быть сформированы в огромные гигантской площади панели. Они не боятся холода. Их встраивают в хоккейные арены прямо подо льдом, и это позволило сделать там впечатляющие эффекты, рекламу транслировать. То есть, в конце концов, именно на светодиодах работают те потрясающие экраны телевизоров, смартфонов, VR-гарнитур и разных других гаджетов, которые окружают нас в жизни. Почему? Потому что светодиоды, они имеют очень малое время отклика, и как только ты подаешь на них сигнал, они тут же меняют цвет своего свечения. И это позволяет нам иметь вот всю ту красоту, которая нас окружает, особенно вот в предновогодние дни, когда вы будете идти по улицам, вы можете прямо убедиться, если внимательно всмотритесь, что все это светодиоды дешевые, эффективные, не греющиеся. А за этим стоит огромная, между прочим, физика и математика. Это все разрабатывалось долгие годы и десятилетия, прежде чем войти в нашу с вами бытовую жизнь и в коммерческую эксплуатацию. И это реальное чудо техники. Под номером 9 в моем рейтинге биометрия. Все эти технологии, которые для идентификации нашей с вами личности используют данные нашего тела. Это могут быть отпечатки пальцев, это может быть рисунок радужной оболочки глаза, это могут быть точки на лице, которые все превращаются в математические формулы и сверяются с тем, что заложено в систему при изначальном сканировании. Мы уже все реже с вами вводим цифровые пароли на наших устройствах, смартфонах и тому подобное. Все чаще это палец или лицо. Мы в нашей программе много раз пытались обмануть все эти системы идентификации. На самом деле эти аппараты очень умные уже, алгоритмы. Их сложно обмануть и наоборот удобно ими пользоваться, даже в очках, даже вот в медицинской маске мы помним совсем недавно. Все это работает. По лицу производится оплата во многих сервисах. Ну, вот вы знаете, в Москве метро уже полномасштабно освоила FacePay. Но появились и негативные явления, такие как дипфейк, например, когда лицо какого-то человека, которое можно взять в открытом доступе, можно приклеить теперь к телу другого человека. Ну и появляются такие смешные проявления, как терминатор с лицом столотник, или Тома Круза. Но это все шуточки, а в случае, когда людей дискредитируют таким образом, оно все тоже имеет место. Ну и плюс сбор биометрии, массовое ее использование приводит к тому, что, конечно, большой брат следит за нами. Конечно, лидером здесь является Китай, который внедрил полномасштабные системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. У нас это все тоже суперактивно развивается. Позволяет бороться с преступностью. Но, конечно, многие люди опасаются, не нарушает ли это их право на частную жизнь. И где вот тут проходит та грань, где между общественной безопасностью и нашим правом свободно перемещаться так, чтобы об этом никто не знал, вот об этом идут дискуссии с разным результатом в разных странах. Под номером 8 у меня 3D-принтеры. Эта штука позволяет напечатать практически любую вещь. И начинали-то они, конечно, с пластика, но продолжили большим другим количеством разных материалов. Это уже и стекло, и керамика, и металл, и строительный раствор. Вот на этих кадрах меня сначала сканируют, потом 3D-печатают в гипсе, потом раскрашивают. Медицинские применения очень активно развиваются, потому что можно же напечатать особый такой гелевый каркас, в который заселить живые клетки. И так подстроить, что они будут размножаться. При помощи такой технологии уже пересаживают выращенные в лаборатории уши. Вот тут было показано сердце, но пока еще не большое человеческое. Строительные 3D-технологии. Вот так печатался самый большой 3D-изготовленный дом на планете. В Дубае он находится, но там, конечно, есть в ней и масса всяких подводных камней. Этот раствор должен с определенной скоростью сохнуть. В разном климате это по-разному происходит. В жарком так. Нужна такая рецептура растворов, в нашем холодном другая. Но так или иначе, уже и в России довольно много зданий, напечатанных на строительных 3D-принтерах. Для чего это делается? Ну, прежде всего, для того, чтобы, конечно, ускорить процесс строительства, добиться, позволить себе какие-то нестандартные формы. Ну и мы же, как человечество, думаем о грядущей колонизации Марса когда-нибудь, наверное. Вот там 3D-принтеры строительные и пригодятся как нигде. Под номером 7 дроны. Конечно, нам, прежде всего тем, кто снимает видеоконтент, эта штука добавила массу возможностей. Раньше надо было нанимать вертолет, чтобы сделать воздушные кадры. За этим стоит, конечно, тоже очень большая работа. И еще совсем недавно, лет всего лишь 20 назад, был изобретен сам этот принцип, когда два винта у квадрокоптера вращаются в одну сторону, а два винта вращаются в другую сторону. И это позволяет ему дать устойчивость к ветру и другим внешним воздействиям. Ну и, конечно, умная система всем этим управляет. И большие дроны сканируют сельскохозяйственные посадки, опыляют их чем-то, по разности температур в разных участках поля могут понять, что там заболели культуры, мониторят дороги, шоу светящихся дронов. Это потрясающая вещь, которая заменяет фейерверки во многих случаях уже. И я рад сказать, что один из лидеров этого рынка, петербургская компания Geoscan, вот шуточное применение дронов, казалось бы, установить огнемет и сжигать там мусор на электропроводах, про военные применения тоже вы все знаете, современные войны, они уже, в них считаются дроны чуть ли не одним из основных видов оружия, ну и разнообразные шутки юмора тоже они шутить позволяют. Доставка дронами тоже будет, скоро уже масса систем придумана на этот счет. Ограничения появились для дронов, сейчас особенно вот нам сложно, потому что везде трудно получить разрешение, есть комнатные дроны, и на них же, на этой же технологии основан принцип аэротакси беспилотных. Здесь тоже китайцы сейчас лидируют, и несколько подобных моделей уже получили разрешение на реальную эксплуатацию, и вскоре начнут перевозить пассажиров, действительно в коммерческой эксплуатации между аэропортами и центрами городов в беспилотном режиме. Под номером 6 у меня роботы. Мы как-то много раньше слышали про это и надеялись, что вот они, может быть, окажутся уже скоро среди нас, но в последнее время утихает постепенно энтузиазм по поводу именно андроидных дронов, которые похожи на человека, гуманоидов. Ну вот они так весело умеют танцевать, какие-то драки между собой устраивать, но, честно говоря, в основном это все служит как тренировка для развития умений робототехников. Компания Honda очень давно уже не показывала, что там у нее нового с роботом Asimo, по-моему, его вообще прекратили уже разрабатывать. Компания Boston Dynamics больше славится своими все-таки робособаками, которые тоже в большей степени демонстрируют мощь технологий. Компания Disney сделала робота-каскадера. Вот так вот он впечатляюще может совершать трюки зачастую неподвластные людям. В презентационных целях очень хорошо. Роботы привлекают внимание на выставках, с ними любят фотографироваться, но зачастую они управляются удаленным оператором. Вот пример андроидного робота, которого попытались сделать максимально похожим. В Японии я с этой девушкой попытался пообщаться. Такая немножко на зомби она похожа. И это большая проблема, что вот каким похожим ты его не делай, все равно ты мозгом своим опытным человеческим чувствуешь, что она какая-то слишком силиконовая, и от этого чувство отвращения возникает определенное. И вот несмотря на то, что эти андроиды сделали такие успехи, все-таки многие эксперты считают, что главное применение роботов – это промышленное. Там, где они не похожи на человека и незачем им быть похожими на человека, надо, чтобы они своими манипуляторами, неустающими, сильными, ну то есть с мощью такой, не как у человека, они делали реально полезные, скучные, опасные, грязные дела, из которых, может быть, неплохо было бы исключить человека. Медицинские роботы – тоже перспективная штука, которые в идеале путешествовали бы по нашему организму и забирались в самые потаенные его уголки, распыляя там, вводя лекарства и так далее и тому подобное. Но есть, конечно, и некоторые минусы за всей этой развлекательностью. Вот буквально вчера была новость, которая потрясла весь мир, о том, что в Южной Корее на производстве робот принял человека за коробку с овощами и расплющил его насмерть. Будет расследование, и, конечно, вся эта новая роботизация, она нуждается в новых протоколах безопасности. Под номером 5 у меня пункт, который называется «Все становится беспроводным». Ну, во-первых, данные. Музыкальная и видеоиндустрия радикально изменились от того, что все теперь где-то в облаке. Появились стриминговые сервисы, которые значительно ускоряют путь от создания контента до его потребителя. И независимые музыканты могут легко записать песню и достучаться до пользователей без больших звукозаписывающих лейблов. Такие истории успеха мы уже знаем. Кино — то же самое. Раньше правили кинокомпании и телеканалы. Сейчас власть стриминговых сервисов, которые тоже вот так вот работают, доставляя контент потребителю через интернет с помощью всех этих серверов, на которых все хранится. Вот вы не задумываетесь, но когда вы нажимаете там «Play» на Иви или на «Кинопоиск» или на чем угодно другом, вот такие вот серверы гигантские обслуживают все то, что вы там смотрите или слушаете со стриминговых аудиосервисов. Под номером 4 в моем топ-10 технологий — смартфоны. Потому что это вещь, которая изменила наш быт и то, как мы взаимодействуем с реальностью. Кнопочные телефоны, конечно, тоже сейчас переживают новое рождение из-за опасений по поводу безопасности. Но смартфон — это же что? Это компьютер, очень мощный, гораздо более мощный по компьютерной своей мощности, чем те, которые еще у меня на информатике в школе стояли. Плюс в нем есть модуль навигации, радиоприемник, камера, громадная память, замечательный экран. Там кто-то подсчитывал десятки, можно насчитать, приборов, которые втиснуты в этот крошечный корпус, который мы носим с собой в кармане. И все это позволило появиться принципиально новым сервисом. Ну вот дальше мы о них немножечко поговорим. Важно в вот этой всеобщей смартфонизации, что она имеет и положительные, и отрицательные стороны. Очень многие люди начали злоупотреблять своей жизнью в смартфоне, и появилось даже такое негативное явление, как смартфон-зомби, или сокращенно смомби, которые ходят, уткнувшись в телефон, и иногда не видят ничего вокруг. Вот сейчас тут будет подборочка этих кадров, что с людьми происходит, когда они как-то чересчур, знаете, увлекаются. В туалете некоторые, согласно опросам, очень большое количество людей пользуются смартфоном в туалете, и как мы должны к этому относиться. В некоторых городах даже знаки появились, что пожалуйста не ходите по улицам, уткнувшись в телефон, иначе штраф вам выпишем. Ну и то время, которое... А, вот здесь кадры, это я в Америке тестирую, ну как бы так вглядываюсь в сервис, который предлагает расставание через смартфон. То есть если ты своему партнеру, своей половинке хочешь сказать, что ты с ней расстаешься, но стесняешься, можно прислать это смс-кой. Какое-то уродливое явление, правда же? Ну и то, что мы бесконечное время проводим в социальных сетях, с их непроверенными новостями, с их рекомендательными алгоритмами, приводит к распространению ложных новостей, фейк-ньюс. И это новый мир. Но благодаря смартфонам мы получили и много, конечно, хорошего. Вот, например, экшн-камеры. Маленькие, которые крепятся на шлем, или хоть на крыло самолета, или на множество других вещей. Они позволяют делать впечатляющие кадры, как никогда раньше. Вот камеры, особенно GoPro и другие подобные, произвели революцию в съемке такого экшн-контента. Эта технология миниатюрных камер была разработана именно для смартфонов. Космонавт Сергей Рязанский мне говорил, что лучшие съемки в открытом космосе получаются именно на вот эту бытовую обычную камеру GoPro в ее просто водозащитном боксе. Видеорегистраторы — это тоже побочный продукт развития смартфонных технологий, вот этих миниатюрных камер. И только благодаря видеорегистраторам мы имеем, например, кадры Челябинского метеорита. Поэтому, чего там больше, зла или добра в технологии смартфонов, это как любая мощная современная технология определяется пользователем. В том числе, благодаря смартфонам, прежде всего благодаря им, появилась такая штука, которую исследователи называют экономикой совместного потребления. Когда у каждого есть этот мощный компьютер с навигацией и с разнообразными средствами связи, с камерой в кармане, появляется возможность коммуницировать всем со всеми. И, например, появились сервисы каршеринга и вызова такси со смартфона. Вот старшее поколение еще помнит, как это было ужасно звонить по телефону, заказывать такси. Оно стоило безумных денег, надо было ждать. А сейчас вышел, нажал кнопочку, оно к тебе приехало. Почему? Потому что и у водителя, и у тебя есть модуль навигации в смартфоне, и система связывает двух ближайших пассажира с водителем. Появились и такие вещи, которые позволили радикально снизить цены на рынке такси. Это, например, сервис Uber, который до последнего еще работал в России, сейчас уже как-то так все меньше, слившись с Яндексом, он произвел сенсацию прежде всего в Англии в середине 2000-х, когда позволил простым водителям фактически работать водителями такси. И это обрушило цены. И таксисты тут же забастовали. Я помню, я как раз тогда поехал туда в командировку, увидел эти новости, решил скачать это приложение и поразился тому, что от аэропорта Хитроу до центра Лондона можно доехать не за безумные 50 фунтов на черном хэбе, а за нормальные там 14. Каршеринг превратил автомобиль из частного транспортного средства в общественное. В Москве сейчас гигантское количество машин каршеринга, это очень удобно. Многие отказываются от владения личным автомобилем, потому что зачем? Когда всегда ты можешь взять эту общественную машину и ей воспользоваться, есть даже тут в некоторых сервисах премиум модели. Рынок путешествий тоже изменился благодаря тому, что у всех смартфоны и все со всеми связаны. Можно связаться с владельцами квартир в других регионах и странах, теми, кто согласен тебе эту квартиру сдать. И это тоже увеличило предложение. И владельцы квартир теперь конкурируют с отельерами, тоже снижая цены и давая нам больше возможностей. Отельеры, конечно, во многом недовольны этим. В городе Барселоне, например, власти даже стали запрещать сервисы типа Airbnb, которые позволяют частное жилье снимать, потому что их город наводнила неплатежеспособная английская молодежь, которая только буянит, а денег там не оставляет, только нагружает инфраструктуру. Под номером два у меня искусственный интеллект. Такая вещь, о которой мы постоянно сейчас слышим, но не понимаем, насколько она уже вокруг нас. Сейчас по последним опросам 20% всей нагрузки на нейросети Яндекса составляют запросы от школьников, которые просят им пересказать войну и мир и тому подобное. Халтурят массово. И такова новая реальность. Но нейросети также дают и много возможностей, в частности беспилотный транспорт. Вот я катался на беспилотнике Яндекса по Москве. Первые пять минут страшно, как он сам крутит рулем и реагирует на светофоры, знаки, окружающие машины. А потом восторг, конечно, это вызывает, насколько он уже умный. Там по-прежнему сидит по закону инженер безопасности за рулем, но руль уже не трогает. Станет ли ненужной профессия водителя? Думаю, да. И водить машину мы будем ради удовольствия, может быть, в скором будущем. Голосовые помощники все более умны. Многие покупают умные колонки, находят в этом все больше радости и пользы. И тоже все работает через нейросети. Вот эти программы, которые могут самообучаться на большом количестве данных. Давно уже компьютер обыграл в шахматы человека, даже в интуитивную игру Го. И наступает он, конечно, так основательно на многие профессии. Мы должны быть готовы к тому, что все более-менее рутинные операции искусственный интеллект возьмет на себя. И программисты рядового уровня, дизайнеры рядового уровня, бухгалтеры, ну такие как бы не очень, будут не нужны просто. Это все возьмут на себя компьютеры, которым все это совершенно абсолютно по зубам. И все рутинное будет все больше делаться именно системами искусственного интеллекта. Нам с вами остаются задачи более высокого уровня – управлять им, давать ему задания и доказывать, что наша сила – это творческое мышление, это нестандартность. Ну и я, как врач по образованию, конечно, не мог не поставить на первое место технологии, которые меняют нас с вами. Медицинские технологии, и вот когда начинаешь погружаться в эту тему, первое, что на тебя производит глубокое впечатление – это, конечно, то, какими стали протезы современные. Я не раз общался с носителями этих устройств, и они поражают. В московской компании «Моторика», которая занимается протезами, говорят, что они вскоре будут готовы свои руки заменить на механические, потому что механические во многом уже более совершенные, позволяют иметь больше функций. Зачастую подключаются к нервной системе человека, реагируют на импульсы от мозга, позволяют выполнять команды. Есть нейроимпланты, которые, в частности, лечат паралич во многих ситуациях, восстанавливая нарушенные нервные связи. Экзоскелеты дают такую же возможность. И многие пользуются этим в развлекательных целях. Ну вот я не говорю про носителей протезов, я говорю о тех, кто внедряет, например, чипы в свое тело. У меня в команде был такой парень, Саша Цыганков, который вживил себе даже чип под кожу. Сейчас мы покажем, как это происходило. Чип, который открывал дверь нашего офиса. Такое устройство размером с рисовое зернышко, с помощью инъекции оно было введено, и Саша никогда не забывал, получается, свой пропуск на работу. Да, вот эти протезы удивительные, на них можно крепить фонарики, держатели для телефона, разные другие приспособления. И вот эти киборги, которые среди нас, они имеют уже больше возможностей зачастую. Будем ли мы жить до 120, может быть, 150 лет? Многие люди об этом мечтают. И они называются биохакерами. Проводят свои многочисленные конференции, где обмениваются опытом, как они принимают не до конца проверенные препараты, которые вроде бы на мышках показали увеличение продолжительности жизни. Сейчас все-таки энтузиазм по этому поводу немножко утихает, потому что не удается им радикально увеличить продолжительность жизни, хотя, может быть, кто-то из них еще докажет, что мы были неправы. Но общее такое видение состоит в том, что с возрастом человек начинает просто запрограммированным образом сыпаться, как устаревшая машина, и можно только чинить эти отдельные узлы, продлевая возраст активной молодости. И, видимо, в этом состоит будущее медицины, когда прицельно за каждой болезнью мы охотимся. И вот эти опыты, где люди пытаются удлинить себе кончики теломер, чтобы совсем не стареть, вряд ли будут массовыми и вряд ли покажут очень хороший результат. Вот там была на кадрах первая генно-модифицированная женщина, как ее в прессе назвали, которая ввела себе вирусы, которые перенесли ей гены, удлиняющие кончики хромосом теломеры. Ну, посмотрим, до скольки она все-таки доживет. Мой прогноз, что так же, как и мы все-таки. Будущее медицины состоит в том, чтобы излечивать еще вот такой вид рака, еще вот сякой вид рака, еще бороться с разными-разными вещами, которые делают нас слабее с возрастом. Младенческая смертность, кстати, снизившаяся радикально с начала 20 века, позволила увеличить среднюю продолжительность жизни. В начале 20 века она составляла едва ли 30 лет в России и во всем остальном мире тоже. Сейчас это уже за 70. И прежде всего потому, что дети не умирают от инфекции, дети выживают. Генетические технологии нас еще удивят, безусловно. Вот Хэй Цзянькуй, китайский генетик, который создал двух первых генно-модифицированных детей, дав им защиту от проникновения вируса и мододефицита человека, ВИЧ, но был посажен в тюрьму за это, потому что сделал это без согласования с всеми возможными этическими комитетами. Что будет с этими детьми, китайское правительство нам их, конечно, не показывает. Может быть, с ними все и в порядке будет, никто не знает. Конечно, новые технологии позволили семьям с генетическими нарушениями иметь здоровых детей, тем, кто раньше был лишен этого. И когда ты видишь, как они счастливы, как они воодушевлены, и ты видишь, насколько самое дорогое, что у нас есть, жизнь и здоровье становятся более достижимы под влиянием этого прогресса. Когда ты видишь статистику, сколько миллиардов жизней сберегли вакцины за историю человечества, а уж про антибиотики я вообще молчу, ты преисполняешься уважение к тому, что делают ученые, врачи, и понимаешь, что прививку от гриппа или от коронавируса, наверное, все-таки стоит себе сделать. Что будет дальше, я не знаю. И никто не знает. Надо ученым давать возможность творить, как они любят говорить. Наука — это способ за государственный счет удовлетворять свое любопытство. И я надеюсь, что они еще больше нас удивят разными потрясающими и полезными вещами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...